Агентство недвижимости 21 век работает на рынке недвижимости Архангельской области с 2001 года. Специалисты фирмы окажут широкий спектр профессиональных услуг. Девиз 21 века от заявки до новоселья. На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ. В агентстве 21 век можно найти без преувеличения лучший вариант. От заявки до новоселья. Здравствуйте, в эфире вопрос на миллион. Как всегда в этой студии мы обсуждаем самые интересные темы сферы недвижимости. И сегодня мы поговорим о том, как купить квартиру в другом городе и осуществить переезд. С вами Екатерина Грицуенко и генеральный директор агентства недвижимости 21 век Марина Ковалева. Марина, здравствуйте. Вообще, насколько актуальна эта тема? Как часто, судя по вашей практике, архангелогородцы стремятся сменить регион? На сегодняшний день эта тема достаточно актуальна. И достаточно много клиентов обращаются в агентства с просьбой продать квартиру в Архангельске и купить в другом регионе. Регионы, которые пользуются спросом, это Краснодарский край, Ярославль, ну и, конечно, столица, это Санкт-Петербург и Москва. Наиболее пользуются спросом Санкт-Петербург. Очень многие клиенты хотят туда переехать. Ну, давайте поговорим о вопросе цены. Насколько вообще возможно продать квартиру в Архангельске и купить за ту же стоимость в другом городе и где? Или, возможно, даже получить какую-то выгоду из этого? Это возможно. Цены в Архангельске достаточно высокие по сравнению с другими регионами. Они примерно равны ценам в Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге есть даже ниже цены. Как я считаю, не за счет того, что там менее престижное жилье, просто там больше строится. То есть, допустим, новостройка в Архангельске может быть даже дороже, чем в Санкт-Петербурге. Марина, а куда невозможно переехать, продав квартиру здесь и купить равноценную в другом городе? Ну, возможно, везде, но с доплатой. Так скажем, что в Москве цены самые высокие, они могут отличаться даже в разы. В некоторых районах в разы от Архангельска. То есть, там уже нужна будет доплата от клиента. Ну, хорошо. Решили переезжать, решили поменять регион. С чего начать? С чего начать покупку квартиры в другом городе? Ну, в первую очередь нужно определиться, в каком городе вы хотите переезжать. Также нужно принять решение, какую квартиру вы хотите. Это загородный дом или это квартира в центре. Следующий момент — это по стоимости. То есть, какую площадь мы хотим там приобрести и сколько она будет стоить. Затем мы выставляем квартиру на продажу в Архангельске и в это время одновременно подбираем квартиру в другом регионе. То есть, это все можно сделать через агентство, в том числе через агентство 21 век. Правильно я понимаю? Да, конечно. Это можно сделать через агентство. Но на сегодняшний день это будет не прямой, так называемый советский обмен. То есть, что мы ищем напрямую, это сделать очень сложно. Это будет альтернативный обмен. То есть, мы продаем квартиру здесь, подбираем клиентов. И одновременно подбираем квартиру в другом городе. Самое главное, вот как раз для чего и нужно агентство, это подвесить эти две сделки во времени, то есть, урегулировать их. К тому времени, когда у клиента квартира будет здесь продана, уже должна быть подобрана квартира в другом городе. Из-за нее желательно, чтобы был внесен аванс. Либо была договоренность с риэлторами, что эту квартиру клиент будет приобретать. Потому что в противном случае получится, что квартира продана, а клиенту некуда переехать. Также еще, возможно, клиенту нужно будет подобрать временно квартиру для проживания. То есть, съемную квартиру либо в Архангельске, либо в том городе, куда он будет переезжать. То есть, задача риэлтора постараться, чтобы срок между продажей квартиры и покупкой в другом городе был максимально коротким. То есть, такого понятия, как обмен, его, в принципе, теперь уже не существует. Обменяя квартиру в Архангельске на квартиру в другом городе и так далее, это редкий. Но обмен это обозначает обмен через куплю-продажу. То есть, продаем квартиру в Архангельске, а приобретаем квартиру в другом городе. Марина, ну а насколько сложный этот процесс? Вот выставили квартиру на продажу. Каким образом подбирается квартира в другом городе? Как ее смотрит ваш клиент? Как он может сделать свой выбор? Для специалиста агентства этот обмен достаточно прост. Это несложно. Выставляется квартира на продажу в Архангельске, как еще раз говорил. Здесь подбирается клиент. Квартиру подбираем в другом городе. Сейчас есть такой ресурс, как интернет. То есть, мы можем посмотреть квартиру по фотографиям, сделать звонок риэлтору в другом городе, выяснить информацию и договориться о том, что клиент приедет и посмотрит эту квартиру. Во многих городах, которые пользуются спросом, у нас уже есть свои риэлторы, с которыми мы постоянно работаем. То есть, клиенту не нужно беспокоиться о том, что он приедет в другой город, и его там никто не встретит. То есть, его встретит риэлтор, все ему покажет. Если квартиру его устроят, он сможет заключить предварительный договор. Если у клиента нет желания ехать туда, то мы можем сделать это дистанционно. То есть, он по фотографиям определяется, мы договариваемся с риэлтором, вносим ему задаток, и эта квартира забронирована. Это что касается квартир на вторичном рынке. С новостройками еще проще. Почему? Давайте поподробнее про это расскажем. По новостройкам не нужно смотреть внутреннюю отделку. То есть, мы выбираем квартиру, смотрим, какая там отделка, смотрим шаблон договора долевого участия. Клиент может заключить договор даже дистанционно. То есть, мы отправим их почтой, а он подпишет их, находясь здесь, в Архангельске. Большинство клиентов предпочитают все-таки съездить на место и посмотреть объект. В таком случае мы договариваемся с риэлтором, чтобы он встретил клиента. Он приезжает, смотрит объект, определяется, если он его устраивает, то заключает договор. Марина, действительно, тема переезда волнует многих, поэтому давайте обратимся к нашей традиционной рубрике «Видео вопрос». Как заключить договор на квартиру, которая находится в другом городе? Договор на квартиру, которая находится в другом городе, заключить достаточно несложно. Нужно договориться с риэлторами, которые продают эту квартиру в том городе, приехать к ним, организовать встречу с продавцом и заключить данный договор. Это квартира на вторичном рынке. В новостройке организовать встречу с застройщиком. То есть по новостройкам, что касается новостроек, сделка может быть совершена здесь, в Архангельске? Да, конечно. Давайте послушаем следующий вопрос. Сколько стоят услуги риэлтора по поиску квартиры в другом городе? Достаточно, наверное, злободневный вопрос, и он многих интересует. Да, он многих интересует. Стоимость комиссии здесь примерно такая же, как и по подбору квартир в Архангельске, в районе 50 тысяч. Это для вторичного рынка. По новостройкам для клиента эта услуга обходится практически бесплатно, потому что обычно платит застройщик. Давайте обратимся еще к одному вопросу. Возможно ли выбрать квартиру в Санкт-Петербурге, находясь в Архангельске? Возможно ли это? Да, конечно, это возможно. Даже скажу больше. У нас есть договор, который напрямую заключен со стройщиками Санкт-Петербурга, у которых есть достаточно большая база новостроек. Клиент может прийти в офис, и исходя из тех параметров, которые он назовет, то есть площадь квартиры, цену, район, в котором он хочет подобрать, либо он может даже не знать района, компьютер по программе, мы подберем ему автоматически, выйдут те варианты, которые подходят под эти параметры. Соответственно, он сможет выбрать подходящий для него район и серию дома. После этого он съездит в Санкт-Петербург, заключит договор. Марина, подробнее о покупке квартир в Санкт-Петербурге я предлагаю поговорить после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Собираетесь выехать отдохнуть за границу? Мечтаете посетить культурные столицы мира, но не знаете, с чего начать? С помощью сайта fssprus.ru вы можете перейти к банку данных исполнительных производств, где достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения для определения задолженности. Отдых за границей для граждан без долгов. Агентство недвижимости «21 век» работает на рынке недвижимости Архангельской области с 2001 года. Специалисты фирмы окажут широкий спектр профессиональных услуг. Девиз 21 века «От заявки до новоселья». На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ. В агентстве «21 век» можно найти без преувеличения лучший вариант. От заявки до новоселья. Вы смотрите «Вопрос на миллион» в нашей студии генеральный директор агентства недвижимости «21 век» Марина Ковалева. Марина, действительно, северная столица стала центром притяжения архангела-городцев. Очень многие наши земляки переезжают туда. А какие квартиры в Петербурге порекомендовали бы вы приобретать? В Петербурге пользуются спросом в основном на выстройки. Это строящиеся дома, районы Приморские, Московские, Выборгские. Это новая застройка. Эти районы пользуются... Район Дубенко также. Эти районы пользуются спросом, потому что там достаточно доступное жилье и цены даже ниже, чем в Архангельске. То есть, действительно, это не миф, да, что продав квартиру в Архангельске, можно купить квартиру в Санкт-Петербурге. Это так? Да, это так. Ну, а в чем разница? Наверное, территориально, да, было большее отличие в этом? Ну, разница, в чем разница может быть в цене. Если клиент выберет в Санкт-Петербурге элитную недвижимость, она может быть дороже, чем в Архангельске. А так, в принципе, новостройки примерно равны по стоимости новостройкам Архангельска, и они могут быть даже ниже по стоимости, потому что строится в Санкт-Петербурге новостроек больше. Можно выбрать новостройки с чистовой отделкой. Это очень удобно, и многие новостройки там сдаются даже с чистовой отделкой. Поэтому клиент может продать квартиру здесь, забронировать квартиру в Санкт-Петербурге и, соответственно, переехать туда. Для многих выходом становится покупка комнаты, когда недостаточно средств для приобретения квартиры, но переехать хочется или очень нужно. Как вы относитесь к этому варианту? Стоит ли так поступать? Стоит ли покупать комнату в Санкт-Петербурге? Можно купить и комнату, это будет вторичный рынок. Особой разницы нет, комната, однокомнатная, двухкомнатная, любую квартиру мы можем подобрать также через агентство недвижимости. В Санкт-Петербурге клиент посмотрит ее и может заключить договор купли-продажи. Все же, как мне кажется, интереснее заключать договора по строящемуся жилью. И у нас есть достаточно большая база, по которой мы можем подобрать подходящий вариант. Ну а насколько целесообразно, насколько вообще безопасно вкладываться в новостройку в Санкт-Петербурге? Как вы считаете? Ну вообще, если это проверенный застройщик и заключается договор долевого участия, который подлежит государственной регистрации, то в принципе это достаточно безопасно. То есть мы работаем с проверенными застройщиками и гарантии достаточно высоки того, что дом будет сдан в срок. Ну а если все-таки дом не сдается, насколько сложно ездить в другой город, в частности в Санкт-Петербург, на суды или какие-то разбирательства? Как территориально этот разрыв усложняет ситуацию? Ну если просрочка по строительству достаточно большая и клиент принимает решение о расторганном договоре, то можно уведомить застройщика сначала просто в письменной форме, заказным письмом отправив ему уведомление о расторжении договора. Это можно сделать и дистанционно, не ездя в Санкт-Петербург. Если все-таки застройщик не выплачивает денежные средства дольщику, соответственно придется подать в суд. Будут какие-то расходы на поездки юриста, возможно, можно привлечь к этому вопросу юриста. Конечно сложнее, чем в Архангельске, но в принципе договор долевого участия подлежит государственной регистрации, и по нему есть гарантия, что застройщик выплатит деньги, то есть суды в большинстве случаев встают на сторону дольщика. А как вы относитесь к приобретению недвижимости в Санкт-Петербурге для дальнейшей сдачи? И какие квартиры лучше всего для этого подходят? Ну это достаточно актуальный вопрос. Многие приобретают квартиры в Санкт-Петербурге для сдачи, они пользуются спросом, потому что там много студентов, много приезжих, то есть квартиру там всегда можно сдать. Квартиры, которые на сдачу, это в основном однокомнатные квартиры площадью до 40 квадратных метров, они лучше всего сдаются. А в каких районах? Можно выбрать, я думаю, районы и дома эконом-класса. То есть себестоимость квартиры будет достаточно невысокая, и такая квартира, в принципе, я думаю, что всегда сдастся. Ну а как получается сдавать квартиру в другом городе, будучи вот в Архангельске? Точно так же можно обратиться к риэлторам в другом городе. У нас, в принципе, уже даже наработанные есть риэлторы, которые помогут сдать квартиру и даже будут контролировать съем. То есть ежемесячно приходить к квартире съемщикам, проверять оплату квитанции и забирать у них деньги, переводить. То есть тому, кто сдает? Все возможно. Да, конечно. Я предлагаю обратиться к письмам наших телезрителей. Действительно они возникнут. Давайте перечислим, что это за расходы. Да, эти расходы возникнут. Это расходы на осмотр квартиры, то есть когда клиенту нужно сделать поездку и посмотреть квартиру. Соответственно, расходы на переезд, расходы на проживание в другом городе. Также могут возникнуть дополнительные расходы, если есть интервал между продажей своей квартиры и покупкой в другом городе, это расходы на съем жилья. Вот, в принципе, я думаю, что, наверное, это и все. Но все-таки это затратный, очень затратный процесс покупки квартиры в другом городе, или же игра стоит свеч? Ну, я думаю, что если, конечно, простому обывателю достаточно сложно сориентироваться и быстро продать квартиру здесь, при этом сразу же купить в другом городе, потому что рынок постоянно меняется, и если он продаст квартиру свою, при этом не купит квартиру, ту, которую он желает приобрести, цены могут измениться, соответственно, будет не очень хорошая ситуация. Но если он работает со специалистами, то я думаю, что этот процесс будет достаточно несложим, и ему лучше заплатить комиссию релокторам, чем самому потом оказаться в неприятной ситуации, то есть он больше потеряет денег. То есть, в принципе, несложно, я думаю. Давайте прочитаем следующее письмо. Как провести юридическую экспертизу документов по квартире в другом городе? Вот такой серьезный вопрос. Экспертиза проводится дистанционно, документы можно выслать электронной почтой, соответственно, юрист в Архангельске эти документы посмотрит, скажет свои замечания и вынесет уже решение о том, все ли там в порядке. Марина, ну и последний вопрос на сегодня. Насколько долгим может быть этот процесс переезда, процесс покупки квартиры в другом городе? Ну вообще, период экспозиции квартиры от месяца до нескольких месяцев, бывает, что до полугода, если это элитная дорогая квартира, ну, соответственно, плюс еще время на приобретение квартиры в другом городе, еще где-то плюс месяц-полтора, то есть я думаю, что в лучшем случае от двух-трех месяцев до полугода. Ну, в общем-то, достаточно небольшой срок. Ну, думаю, что да, достаточно небольшой. Марина, давайте пожелаем всем нашим телезрителям, которые запланировали переезд удачи, чтобы у них обязательно все получилось, а вам спасибо, что были сегодня с нами. В нашей студии была генеральный директор Агентства недвижимости «21 век» Марина Ковалева. До встречи! Агентство недвижимости «21 век» работает на рынке недвижимости Архангельской области с 2001 года. Специалисты фирмы окажут широкий спектр профессиональных услуг. Девиз 21 века – от заявки до новоселья. На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ. В агентстве «21 век» можно найти без преувеличения лучший вариант – от заявки до новоселья. Вопрос на миллион.